Это Медуза. Время – это невосполнимый и ограниченный ресурс. Нехватка времени – настолько распространенная во всем мире проблема, что ученые даже начали бить тревогу и призывают относиться к временной бедности так же серьезно, как к денежной. Тем сильнее раздражает фраза «сейчас не время для этого», дескать, идет война, и сейчас не до прав меньшинств или гендерного насилия, или наоборот, у нас климатический кризис, сейчас не время воевать. Но может, политика действительно ориентируется на окна возможностей или исторические шансы? А для непростых разговоров и непопулярных решений следует дождаться подходящего момента. В этом эпизоде разбираемся, как политики манипулируют нашими представлениями о времени и почему ожидание лучшего будущего чаще всего заводит в тупик. Перешлите этот эпизод своим друзьям и близким, если они еще не подписались на наш подкаст. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медуза», которая работает в России без VPN. Несложно догадаться, что фраза «сейчас не время» — это бесхитростная, но все же действенная риторическая манипуляция. Такую фразу можно нередко услышать в спорах о политике. Дескать, сейчас война, кризис, политическая нестабильность или еще что-нибудь, и поэтому не время бороться и даже говорить о неравенстве, изменении климата, недостатке демократии, исторической памяти и так далее. Часто этот аргумент используют политики, чтобы отсрочить принятие непростых и непопулярных решений. Политические исследователи называют такой подход «шорт-термизмом», от английского short-term, то есть краткосрочный. В демократиях политики баллотируются на относительно короткий срок, предпочитая простые и понятные массовому избирателю меры, которые принесут краткосрочную выгоду и вряд ли пошатнут поддержку проводимого курса. Структурные и долгосрочные проблемы копятся, а их решение возлагается на будущие поколения. Охотно прибегают к политической стратегии шорт-термизма и автократы, которые таким образом поддерживают статус-кво. Авторитарные политики убеждают элиту и граждан, что некая системная проблема, например, отсутствие независимых судов или дискриминация этнических меньшинств, обязательно будет решена, но когда-то потом. Надо лишь подождать, когда подвернется подходящий момент, который, конечно, никогда не наступает. В общем-то, для того же, для чего и почти всегда – для смены власти. Манипуляция «сейчас не время» хорошо знакома россиянам. Три с лишним десятилетия Кремль и пропагандисты убеждали их, что после стольких лет жизни в СССР они не готовы к настоящей демократии. Мол, на любых честных выборах в России победят популисты или вообще фашисты, и после этого честных выборов уже точно не будет, а многих еще и повесят на фонарях. Под эти разговоры режим трансформировался в репрессивную персоналистскую автократию, которая ведет захватнические войны и уже даже не делает вид, что готовит страну к демократии. Перед очередными выборами пропаганда на разные лады настаивает, что сейчас не время менять власть, то необходимые реформы еще не закончены, то мировой финансовый кризис, то вообще специальная военная операция. А в 2022 году с началом полномасштабного вторжения в Украину для провоенной публики одним из излюбленных аргументов стала цитата Сергея Бодрова-младшего «Во время войны нельзя говорить плохо о своих никогда, даже если они неправы». То есть не время не то что менять власть, а даже критиковать ее. В разгар войны у властей нет времени заниматься газификацией регионов или улучшением жилищных условий россиян. Но есть время, скажем, для объявления ЛГБТК-сообщества экстремистами. Российские же оппозиционеры наперебой убеждают друг друга, сейчас не время припоминать старые обиды и спорить об идеологии, сейчас всем надо объединиться против Путина. Это «не время» длится вот уже без малого 20 лет, считая с первых марши несогласных. А когда же наступит самое время? Когда захотите. Никакое событие, даже такое, казалось бы, очевидное, как война, не имеет значения само по себе. Значение ему придают разговоры о нем. Американские социологи Петерим Сорокин и Роберт Мертон говорили о социальном времени. Времени, которое измеряется не часами или годами, а важными политическими событиями или социальными потрясениями. Такой-то день войны. 24 февраля, без уточнения года, и так понятно. Посткрымская эпоха, лихие 90-е, тучные нулевые. До войны. Когда еще был жив Навальный. Все это понятия социального времени, которые помогают описать совместный опыт, осмыслить его и пережить. Они помогают идентифицировать своих, тех, кто размечает время так же, то есть тех, для кого важны те же прошлые события и те же ожидания от будущего. Политика – это во многом конкуренция за интерпретацию социального времени или, в случае авторитарных режимов, навязывание определенной интерпретации. Автократы навязывают собственную периодизацию истории, очень любят обращаться к славному прошлому, и даже светлое будущее у них обычно выглядит то, как возвращение в какой-то мифический золотой век, то, как постоянное воспроизводство настоящего. Собственно, не может быть какого-то объективно подходящего или неподходящего времени для того, чтобы заниматься тем или другим, говорить о том или другом. Человек, исходя из собственных ценностей и под влиянием убеждения или принуждения извне, определяет свои приоритеты и ранжирует их, заявляя, для чего сейчас время, а для чего не время. Мы воспринимаем время как повествование, как нарратив. Оно всегда рассказывает нам историю. Нам легче поверить во взаимосвязь событий, которые никак между собой не связаны, чем в то, что их порядок – чистая случайность. Нарративу всегда нужна завершенность, то есть какое-либо событие, которое ставит в нем точку, и неважно, произошло уже это событие или только произойдет в будущем. Из хаотичного набора прошлых событий всегда можно выстроить почти любой сюжет, разглядеть в нем какую-то логику, а потом провозгласить, что наше «сейчас» – это кульминация развития такого-то сюжета, а потому сейчас время думать, говорить и делать то-то и то-то. Так устроены пропаганда и конспирология. Например, нарратив о войне всегда предполагает ее окончание. Мы сейчас не знаем, как именно закончится война России с Украиной, но именно это будущее событие помогает нам формировать нарратив о войне, интерпретировать прошлое, чего-то ожидать и на что-то надеяться в будущем. Короче, превращать физическое в социальное время. Нейроученые и психологи доказали, что времена кризиса и стресса усиливают веру в людей в различные конспирологические теории. Конспирология становится способом объяснить то, что кажется пугающим и сложным. Когда мы больше тревожимся, меньше контролируем ситуацию и не уверены в будущем, вера в конспирологические теории возвращает ощущение контроля и помогает объяснить травмирующие события. Философ Аллаздер Макентайр считает, что люди — это животные, рассказывающие истории. Они проживают свою жизнь как нарратив именно благодаря тому, что смертны. Именно выбор определенного жизненного нарратива, а затем следование ему — это то, как мы выбираем ценности. Нарратив всегда сообщает нам о морали, а еще, как полагает Макентайр, объединяет нас в общество. Нарратив нашей жизни всегда вписан в нарративы жизни других людей. Он влияет на них так же, как другие люди влияют на нас. Именно поэтому невозможно описать жизнь человека без того, в каком месте и времени он жил, и того, что он делал с этими обстоятельствами. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Шорттермизм, как политическая стратегия, сильно напоминает индивидуальный жизненный сценарий, который российский психолог Владимир Серкин назвал «синдромом отложенной жизни». В конце 90-х он изучал психологию россиян, живущих на так называемых северах — Камчатка, Чукотка, Магадан, и обнаружил, что очень многие из них жили мечтой о переезде на Большую Землю. Соответственно, всегда было не время вкладываться в обустройство своей жизни, которое воспринималось скорее как подготовка и ожидание настоящей жизни. И очень часто самое время так и не наступало. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила. Будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал-собака meduza.io Субтитры создавал DimaTorzok